ух отлегло семён это понимает так так то здравствуйте друзья после прошлой вскрывательной серии нужно чет позитивом каким спас полирнуть с вами общем виктор это канал витек play мы играем в бесконечное лето полировать будем ульянкой так что поехали прям сразу в бой гнишь там наша ульяна сейчас мы догоним погони за ульянка ребят у нас все сменяется очень быстро туда-сюда отвечать или не отвечать хороший вопрос давайте не ответим славя в купальничке сейчас мы будем от 2 ческой бежать вот она ульянка наша победить появилась что нам нужно сделать нам нужно отнять котлету у девчонки то мы ее не раз уже отнимали нет у меня и смотри тут все равно давайте ключики прихватим а то вдруг бомжи придут вы мне вынут из из замка а потом будут ходить по ночам тырить еду из столовой так хвалить или не хвалить в принципе все равно опять лена уж не смотри на меня так после той концовки которые я видел еще не отошел так нам надо с вами пойти на обед обязательно вот отлично ого закипела закипел закипела что мы теперь делаем погодите я забыл а это мы обход делаем нам везде должны галочку поставить в обходном листе хорошо все очень просто непринужденно пошли со слави так я так понимаю нам нужно будет проиграть ульяне до так сейчас мы женю пригоним так обучение нам не нужно и проиграть ульяне все вот здесь сейчас начнется наш концовочка интересная хотя бы один раунд я выиграл я вышел из столовой и куда бы мне пойти нам нужно ребята на сцену события прошедшего дня все еще ярко мелькали у меня в голове чертов никому не нужный обходной глупый турнир сегодня мне не хотелось больше ничего делать ни с кем разговаривать а уж разбираться со своей непростой ситуации и подавно не было никакого желания я пошел на север по крайней мере в ту сторону где он по моим прикидкам был моя традиция с молодости ходить на север а у кого-то ходить налево традиция я больше не любил эту часть своего родного города я больше любил эту часть своего родного города чем южные районы также меня никогда не прелещал отдых на черноморских курортах бескрайние леса и поля были мне куда милее чем пляжи и барханы спустя пару минут вдалеке показалась концертная площадка несколько рядов деревянных скамеек и деревянная же эстакада я поднялся на сцену давай выступай там было довольно много всякого музыкального оборудования колонки микрофонная стойка и даже пианино я представил что передо мной толпа зрителей все кричат приветствуют меня а в глаза бьет слепящий свет прожекторов вообразив что в руках гитары я попытался исполнить длинное красивое соло наверное со стороны это смотрелось смешно парень на сцене размахивает руками бегает туда-сюда корчится кривляется при этом строй глупые гримасы хорошо бы меня здесь никто не увидел ого послышалось откуда-то сверху а чёрный кирк ногами ты что вампир я поднял глаза и увидел ульянку свесившуюся с балки под потолком сцены что это мы тут делаем да я просто оправдываться явно бесполезно сама все видела расстроенно сказал я отвернулся тебе я погляжу умирает талант великого гитариста я ничего не ответил ну ладно тебе не дуйся смотрелось забавно она захихикала забавно говоришь фыркнул я да спокойно ответила ульяна подойди к сюда ты чё как спайдермен куда ко мне я туда лезть не собираюсь не думай даже не то чтобы я боялся высоты но какой смысл забираться на эту балку да нет просто сюда я почувствовал что-то недоброе но все же медленно направился в ее сторону когда оказался точно под ульянкой она крикнула лови и прыгнула а за мгновение у меня в голове пронеслись тысячи мыслей как я ее поймаю а надо и вообще ловить это правильная мысль надо ли горит я вообще ловить а что если она разобьется а что если она мне что-то такое выражение лица скорчь я отошел в сторону это как блин на ю тубе там ролик есть когда чувак прыгает со сцены в толпу все расступают прям рыбкой на пол бух то же самое сейчас было ох не могу ой как смешно ульянка мягко приземлилась переквырнулась мгновенно вскочил на ноги обиженно посмотрела на меня почему не поймал но ты же не разберу не разбилась ответил я отведя взгляд а если бы разбилась не разбилась да и что это вообще такое дешевых фильмов обсмотрелась посмотрелась в это правильно не насмотрелся а посмотрелась а что волнуешься за меня она и хитро ухмыльнулась такой ситуации ну естественно волнуюсь я полщина эй ты не думай ладно ладно прощаю тебе карты вот я тебе это прощать не я не успел закончить ульянка спрыгнул со сцены и скрылась в ночи электровеник очередная идиотская выход к этой глупой девочки да конечно я испугался за нее да и будь любой другой на ее месте в очередной раз мысленно обругав ульянку я направился в сторону своего домика первые за день меня накрыла дикую усталость и мы полетели как фанер над парижем и так это было весело так она нам что-то предлагает сделать мини не извини я пойду с леной не хочу с тобой никуда ходить у нас с тобой отдельная концовка будет в моде так вот здесь нам нужно отпроситься нас ольга дмитриевна просила помочь и нам нужно продолжать искать ответы так спортивный клуб а кстати мы там не были ни разу пошли спортивный клуб я надеялся что под предлогом помощи спортивному клубу получится улизнуть от работы у них и так наверняка хватает народу и без лишней пары рук они вполне обойдутся однако дойти до спортивной площадки все же следовало хотя бы чтобы отметиться а то вдруг ольга дмитриевна потом узнает что ее образцовый пионер тунеядствует перенебрегая общественной полезной деятельностью мало ли у них тут есть наказание похуже вывучки на портсобрание такое развитие событий никак не входило в мои планы однако вместо уборки покраски починки и прочего ремонта на футбольном поле во всю шоу матч играли 5 на 6 я пригляделся к участникам и узнал ульяну не буду им мешать просто посмотрю команды были явно не равны по силам одна из них состояла полностью из малышей и детей лет по 12 другой были сплошь ребята постарше и к тому же за нее играл ульянка ну и ладно что может один человек тем более девчонка но вскоре я понял что ошибался ульянка технично работала с мячом обыгрывала соперников одного за другим и ей конечно не хватало умения играть на команду но на таком уровне это было это ее не требовалось галена сбивала регулярно я подошел поближе к полю и давай к нам у них одного человека не хватает так вот как вы тут занимаетесь общественной работой а мы уже все сделали обиженно возразил ульянка я оглядел спортивную площадку лавочки покрашены сетка новая натянута а семён на лавочке сидел да молодец когда только успели заходи за них ну раз отказался в прошлый раз то сейчас пожалуй сыграю уча что-то будет чувствую мяч на центре поля мы начинаем я первым же касанием аккуратным ударом кладу мяч в девятку ворот соперника это как на самом деле это не составило особого труда поле в длину было от силы метров 50 а вратарь чужой команды даже не доставал до перекладины спустя какое-то время счет стал уже равным хотя в начале моя команда отставала на 7 или 8 голов и что там волейбол играют что ли справедливости ради надо отметить что и команду ульянки забил парочку мячей за это время точнее забила она нельзя сказать что в ее арсенале был набор винтов рональдиньо или филигранные удары бэкхэма она просто прокидывала мяч в стороны и подходя в упор к воротам била что называется спыра до спыр это значит куда угодно полетел однако такая нехитрая тактика приносила свои плоды я не мог уследить одновременно за всеми игроками команды противника мои товарищи были плохой подмогой конечно играл я гораздо лучше их всех и в принципе мог забить столько сколько бы захотел но тогда мне казалось это не спортивным ведь главное не победа в участие но после того как ульяна сказала финальти бьем кто выиграет то ты победил в матче я решил что проигрывать совсем не хочу взыграла к тому же к тому моменту счет был 11 9 в нашу пользу так что не было смысла отказываться вставай на ворота я тебе буду бить потом ты мне по одному удару да я встал на линию и приготовился она разбежалась и ударила прямо по центру мне в руки так не честно что не честно я перебью перебей сказал я с улыбкой второй удар у нее вышел совсем в молоко еще хочешь нет уж выркнула она но ты меня точно не забьешь посмотрим я аккуратным ударом положил мяч вправо от нее шестерку ульяна даже не дернулась впрочем было незачем такие пенальти не берутся получается я выиграл она промолчала и лишь обиженно посмотрела на меня надо было как-то разрядить ситуацию да ты не расстраивайся я же просто и тут заиграла музыка призывающая пионеров на обед ладно еще отыграюсь она рассмеялась помахала мне рукой и побежала в сторону столовой почеканив немного мяч я направился за ней так видимо нам нужно помочь да убраться ульянки нет сбежать не самая хорошая идея ну помните мы там немножко накосячили да облили там кого-то разлили во первых у меня уже меня уже поймал ольга дмитриевна а разбор полетов с ней устраивать совсем не хотелось во вторых как-никак я тоже был виноват конечно все затеяла ульянка но если бы я не реагировал погрома можно было бы избежать наверное наверное ключевая фраза открыв шкаф я взял метлу швабру и совок ольги дмитриевна уже не было рядом с ульяной она ушла как видишь ульянка выглядела расстроенной весь ее детский задор куда-то исчез ладно подожди сначала пойду отмоюсь я бросил на нее злобный взгляд и направился к выходу смыв себя остатки обеда я вернулся в столовую но ничего не поделаешь придется убираться это все из-за тебя она посмотрела так что у меня невольно мурашки побежали по всему телу конечно я во всем виноват я же у нас местное стихийное бедствие помолчи уж странно что она не отлынивает от уборки ульянка могла спокойно оставить меня одного и убежать но почему-то напротив старательно собирала осколки тарелок мыло пол поднимала стулья и столы она делала все так быстро что я еле успевал за ней что-то ты чересчур стараешься а чтобы побыстрее закончить дурень голос и звучал все также недовольно слушать но ты же понимаешь что нельзя себя так вести по крайней мере доводить до подобного я решил попробовать провести с ней нечто вроде воспитательной беседы слушайте поход делал он ее не как девушку воспринимают а как я не знаю младшего брата младшую сестру а я ничего такого и не делала это же ты меня ребенком обозвал на ты кто ульяна взяла ведро с тряпкой и ушла в дальний конец столовой похоже обиделась окинув взглядом гору битой посуды я понял что дел мы действительно натворили хорошо хотя бы ложки и вилки металлические если что будем будет чем есть хорошо так это может читали но вот только из чего слушай крикнула мне ульяна я подошел к ней поближе а почему ты меня так не любишь ее лицо стало настолько серьезным что я уже был готов поверить это не просто очередной розыгрыш а почему ты так решила не знаю поэтому и спрашиваю я тебя не не люблю просто иногда ты себя так ведешь но сама знаешь это было чистейшей правды как не знаю она подняла на меня полные любопытства глаза но зачем скажем было обливать меня компотом так ты же сам напросился впервые за все время уборки она улыбнулась да точно я у глубоко вздохнул ну и какой реакции ты же ты тогда ждешь от окружающих никакой и хитро ответила она в разговоре была поставлена жирная точка и я молча продолжил убираться нам понадобилось на понадобилось несколько часов чтобы навести столовый марафет и вот наконец вся битая посуда была собрана стала и стулья расставлены пол вымот мы с ульянка сидели рядом с буфетом и отдыхали вот видишь сколько приходится потратить сил из-за одной глупой выходки а я совсем и не устала под струящийся по ее лицу говорил совершенно об обратном что ж я рад за тебя чем займемся дальше ты не знаю а я пойду нет еще не все ты должен она замялась мне еще помочь придумываешь очередную глупость точно она широко улыбнулась вот я тебе не помощник мне на сегодня одного наказания уже хватит а давай так если ты поможешь мне сейчас я больше не буду над тобой прикалываться вариант конечно выглядел заманчиво но я ни секунды не верил в честность ульяны хотя ради интереса можно и спросить и в чем же состоит твой хитрый план давай украдем конфеты что счета такого от нее и не и стоило ожидать конфеты детям сейчас как раз повариха пойдет мусор выбрасывать так что нас никто не заметит я в этом участвовать не буду ну и ладно она впыркнула и отвернулась тогда я сама и тебя я не я не успел закончить фразу а ульянка уже ловко перепрыгнула через стенку буфета подошла к шкафу открыла его и начала рыться там да подожди ты мало тебе что ли проблем с ольгой дмитриевны она не отвечала за такое тебя не просто убираться заставят ульянка закрыла шкаф ее руках я увидел большой пакет с конфетами а ну положи на место она показала мне язык и выбежала через заднюю дверь это нельзя было просто так оставлять я метнулся за ней сейчас будет погоня по всему лагерю у девочки была приличная фора но я вложил в погоню все силы второй раз я ей не проиграю мы пробежали по площади свернули к зданию музыкального кружка и выбежали на лесную тропку тропинку я уже почти догнал ульянку как вдруг она остановилась у меня же так резко затормозить не получалось не получилось и я сбил ее с ног мы повалились на траву догнал победно закричал я и ничего не догнал смущенно ответила она ульяна лежала подо мной и и семён прекрати ее лицо совсем рядом с моим я чувствовал прерывистые дыхание и жар тела конечно сейчас она еще ребенок слава богу но скоро станет женщиной фух отлегло семён это понимает молодец семён все это меня сильно смутило насиловать будешь немного придя в себя сказала она а ты хочешь все таки в данной ситуации это было больше детской игрой а то она хитро улыбнулась и тихо хрюкнула или мне просто показалось а вот я что то не очень ну и ладно нормально ульянка больно укусила меня за нос неожиданность я немного привстал чёрт какая двусмысленность ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- потом пожалеешь она громко засмеялась и скрылась во лесу черт пакет с конфетами же остался лежать на земле рядом со мной интересно она специально и бросила время близилось к ужину так что нужно было поскорее вернуть конфеты и желательно очень желательно остаться незамеченным конечно я объясню ситуацию что их украла ульяна но кто не поверит на входе в столовую меня уже ждала ольга дмитриевна молодец семён это вы про что пакет с конфетами я прятал за спиной он был прозрачным да и таких размеров что в карман не запихнешь я про уборку все чисто и аккуратно а да а ульяна где я бы и сам хотел узнать она скоро придет хорошо ну иди ужинать тогда я зашел в столовую там что неудивительно было полно народу как вернуть пакет так чтобы меня не заметили я и представить не мог конечно можно вечером но сейчас так куда мне его девать семён я обернулся передо мной стояла славя ой а что это у тебя она посмотрела на пакет который я не успел спрятать за спину раскрыт разоблачен опозорен и раздавлен это конфеты откуда украл откуда ульяна отдала понятно значит она опять за свое опять ну она уже не первый раз ворует конфеты и почему я не удивлен давай я их отнесу спасибо славя в очередной раз спасла меня она взяла пакет и направилась к буфету мне не было никакого желания слушать что она будет говорить отдавая конфеты так что я стала быстро бегать глазами по столовой в поисках места похоже мне предстояло ужинать с электроником и шуриком уху полетела уж забавно чё славя ушла может быть и не стоило отказываться после всего что она для меня сделала но на такие подвиги я попросту не решался о дискач ребят что такой картинки не видел пионеры продолжали танцевать ну хоть им дискотека по душе танцевала и ольга дмитриевна а где а вот она кстати к нам спиной что ли стоит на гитаре ла они вон она вот-вот-вот только дмитриевна его такая классная смотрите мне показалось это несколько неуместным вожатой все-таки положено следить за порядком да ладно семян что такой зануда тем более ей уже давно не 17 лет ольга дмитриевна словно почувствовала что кто-то осмелился усомниться в ее профпригодности и подошла ко мне чего не танцуешь не хочется что-то ну дело твое она хитро улыбнулась тогда у меня для тебя есть задание получше например сейчас не абсолютно любое занятие казалось лучше чем танцы вы сегодня конечно хорошо стала выбрались но все же думаю вы еще не полностью заглядились загладили свою вину ульяна что подойди сюда ульянка нехотя подошла вижу ты уже на год вперед натанцевалась а вот и нет с ее с нее стекали ручьи пота так что вожатая была права у меня для тебя с семеном поручение ну ольга дмитриевна взмолилась ульяна сейчас же танцы да и поздно уже а это ненадолго славя сегодня книги в библиотеке разбирала но не закончила и вам пора а вам пара полок осталось но никаких но да ради бога уж по что я не любил общественную работу но танцы я готов молодец семён молодец настоящий пионер видишь ульяна бери пример ульянка такой пример для подражания похоже не оценила так что давайте весь лагерь на вас рассчитывает я тебе это припомню процедила на сквозь зубы вечерний лагерь красив тишина и покой умиротворяли меня лишь далекие звуки музыки доносящиеся с площади напоминали что я здесь не один да еще ульяна которая только что вернулась могла бы и в платье убраться я усмехнулся это ты все ты она так сопела а лицо ее было таким красным что я бы не удивился если бы ульянки из ушей пошел пар ты это все ты виноват почему опять я если бы ты просто молчал и чтобы изменилась она бы все равно нас заставила ты она уже не могла говорить просто шипела но промолчал бы я и что думаешь она бы отпустил у тебя дальше развлекаться ульянка посмотрел на меня похоже на немного успокоилась конечно тебя же это не интересует ты танцевать то не умеешь а если даже и так то что вот пошел бы со мной танцевать было бы весело она вернулась свое первоначальное детское состояние может и пошел бы но видишь как получилось все равно проверить кто из наших ушей танцует уже не удастся мы подошли к библиотеке уже стемнело я был несколько удивлен просьбой ольги дмитриевны или скорее приказом разбирать ночью книги как-то это все странно внутри было темно да ко всему еще и выключатель отказался работать лишь противно щелкая при каждом нажатии точнее он может и работал но свет не зажигался подожди сейчас свечи принесу ученик пожар какой-нибудь устроит я только хотел спросить откуда она знает где здесь свечи и спички как на столе рядом со мной уже зажиглись два ярких огонька так то лучше ульяна сказала довольная собой а дальше что а что дальше она вопросительно посмотрела на меня ну что нам делать то мне откуда знать выркнула она прекрасно я обошел шкафы ольга дмитриевна что-то говорила про пару полок проведя рукой по книгам я удостоверился что пыли на них нет похоже до меня здесь кто-то хорошо поработал осмотрев всю библиотеку я так и не нашел что здесь убирать наверное вожатая ошиблась вдруг позади послышались шаги старый растрескавшийся пол предательский скрипел и это не позволил ульяне подкрасться незамеченной да я развернулся очень страшно да ну тебя она обижена отвернулась в общем здесь вроде и так чисто поэтому освещенный тусклым светом ряды книг смотрели на меня как будто сукоризной безвестные авторы давно минувших лет интересно помнит ли кто о них же не наверняка помнит почему-то мне казалось что она то точно помнит вообще все ладно садись ульяна подвинула ко мне стул я сел и дальше что будем рассказывать страшные истории у нас с тобой два стула и две свечки соответственно две истории одна моя на твоя давай я согласился не раздумывая возвращаться на танцы совершенно не хотелось а ночью в лагере по моему опыту делать особо нечего тем более я точно знал хотя бы пару неплохих историй которые могли бы изрядно напугать ульяну и это было просто замечательно начинай ладно она села поудобнее обхватила руками спинку стула и поднесла свечку как можно ближе к лицу я буду все-таки мужским голосом читать а то я совсем плохо в общем станет однажды в одной деревне жил был мальчик но обычный такой ходил в школу играл с другими детьми в общем ничего особенного и вот как-то раз поспорили они с другом что мальчик этот испугается пойти в заброшенный дом ульяна си сделала длинную паузу и что в этом доме не перебивай на ходу придумываешь она надула губы и продолжила говорят в том доме жила ведьма а сейчас по ночам там иногда видит ее призрак точно никто не знал но боялась вся деревня мальчик сказал что это все чепуха и он готов хоть целую ночь там провести так и произошло но на утро мальчик не вернулся его нашли повесившимся ульяна опять замолчала захватывающе он повесился на шунурках от ботинок и зрек я скептически она вновь насупилась это конец нет же и мальчика похоронили но как обычно хоронят гроб там все дела родственники друзья горевали но мальчика был уже не вернуть однако через несколько дней в деревне стали исчезать люди никто не знал как и почему они просто пропадали без следа жители уже хотели вызывать милицию но тут друг мальчика рассказал что видел того мальчика который повесился в доме ведьме ему сначала никто не поверил но люди продолжали исчезать тогда жители решили выкопать гроб а на его крышке изнутри были глубокие царапины от ногтей но мальчика там не было куда же он исчез ульяна убрала свечку подальше от лица и сделала страшное по крайней мере на ее взгляд и выражение лица в итоге все жители деревни исчезли и только люди случайно оказавшиеся рядом с домом ведьмы рассказывают что видели там два призрака ульяна задула свою свечку и замолчала похоже рассказ был окончен прекрасно давайте похлопаем все вместе бросайте свои мобильники на колени там планшетики похлопайте разрядитесь я захлопал в ладоши на пули царовскую премию конечно не тянет но страшно испугался весь дрожу да ну тебя давай свой рассказ уверена я даже не вздрогну я собрался с мыслями и решил рассказать историю которую прочитал несколько месяцев назад в блоге одного знакомого он был довольно таки талантливым щелкопером по крайней мере в мне его стиль нравился так что успех был практически гарантирован конечно дословно я историю не запомнил так что пересказывал своими словами отдаленная космическая станция можно сказать последний рубеж человечества расположенные на границе с враждебной цивилизации третий месяц перемирия хотя миром это назвать сложно скорее не войной небольшая горстка выживших измученных многодневной осадой с одной стороны они не могут отступить бросив ованпост с другой понимают что в случае атаки противника не продержатся и минуты отчаяние самое подходящее слово чтобы описать их состояние провизия подходит к концу а боеприпасов остается разве что на пару выстрелов которые в случае начала боевых действий будут больше похожи на приветственный салют в достатке только вода и воздух спасибо регенерационным системам люди уже несколько недель не разговаривают друг с другом наверное они просто не видят смысла тратить время на общение с себе подобными когда смерть стоит за дверью точнее за многометровой броней станции действительно лучше просто ждать спасения или атаки врага оба исхода придут концу этой пытки ситуация напоминает шахматную партию с невидимым противником а именно ее самую сложную часть эндшпиль любой неверный ход приведет к поражению как их так и неприятеля неизвестно только знает ли об этом противник может быть он тоже боится сделать неправильный ход то же время земляне всегда могут двигать королем но только на клетку вперед а затем на клетку назад любой другой ход автоматически приводит к проигрышу шаг вперед мнимые угрозы нападения и шаг назад осознанная необходимость защиты игра была куда проще и было бы куда проще если бы противник сидел перед тобой даже самый опытный шахматист никогда не сможет скрыть нервные движения глаз случайную каплю пота или дрожжение рук с одной стороны все это бесполезно каждый знает что ситуация безвыходно так как никто не решится на ход означающий немедленное поражение с другой же виде перед собой живого оппонента понимая что он ничем не отличается от тебя и также может ошибиться проще пойти ва-банк возможно такие же трудности испытывает и противник такой ситуации оказалась небольшая горстка мужчин и женщин на краю вселенной приказов из штаба нет уже несколько дней впрочем и те что приходили раньше не содержали себе ничего ценного лишь стандартные требования держать оборону шаг на клетку вперед шаг на клетку назад раскачивание идеального маятника в начале четвертого месяца командир принимает решение отступать он рассуждает что жизнь его солдат важнее мифических идеалов человечества и за это его никто не осудит тем более что они все равно не в состоянии чего изменить приготовление для отца недолго самое ценное что можно спасти с тонущего корабля своя жизнь и вот уже весь экипаж станции в спасательном корабле идет предстартовый отсчет 3 2 1 и ничего ворота не открываются но стране неполадки отправляет механиков но те ничего не находят ворота должны открыться но не открываются они во второй раз не открывается него второй раз и в третий тоже командир отдает приказ покинуть станцию спасательных капсулах но и они не могут стартовать сначала все списывают на технические палатки экипаж пытается связаться со штабом но безуспешно только спустя несколько дней старпом замечает что на радарах ничего нет ничего в прямой смесли не планет не астероидов не корабли противника просто сплошная тьма ой это типа хоррор уже пошел через месяц заканчивается еда всем кажется что это конец но не спустя день не спустя недели люди не начинают умирать словно для поддержания человеческого существования пищи не нужна к тому моменту большинство экипажа сходит с ума кто-то просто сидит в своей каюте читают молитвы кто-то ходит туда-сюда по станции кто-то пытаются покончить с собой но не выстрелы в упор из плазменного ружья не заплывая в гидрокамере не даже банальное вскрытие вен не приносят никакого эффекта проходит дни месяц и может даже годы никто не считает сумасшедшие возвращают себе рассудок а нормальные обезумивают и так множество раз наконец экипаж свыкается со своим положением они начинают придумывать себе различные занятия театральные постановки турниры по различным видам спорта чтение книг и меженаписанных складывается множество семейных пар еще больше распадается бесконечный поток времени замкнутый круг человеческой жизни и только темнота на радаре напоминает о том что вокруг пустота но пустота и внутри станции конце концов люди перестают жить они просто лежат каждый своей каюте и спят сначала не все 24 часа но со временем они учатся входить состояние транса у каждого свои сны это возвращается в детство кто-то вновь обретает утраченную любовь кто-то с бластера наперевес защищает идеалы человечества а кто-то просто блуждает в пустоте спасательный корабль потрепанный в нескольких несерьезных стычках с противником пришвартовался к стыковочному доку десантная группа попала внутрь станция была похожа на кусок металлолома который по какой-то при по крайней мере несколько тысячелетий летал в космосе реактор давно отключился на стенах виднелись среды от лазерного оружия вся порота руя была разбита почти в каждой каюте спасательная команда нашла истлевшие скелета людей они приняли ужасную смерть защищать дальние рубежи человечества и только шифровка в штаб напоминала что что-то не так спасите мы просто хотим умереть я закончил рассказ и посмотрел на ульяна она распит уже ее лицо было скрыто во тьме ну вот такая история я задул огонек ульяна скрикнула скачала и кинулась на меня мы упали на пол ты чего ничего я голос звучал крайне испуганно похоже моя история удалась я мысленно похвалил себя однако ульянке было явно не до веселья она обнимала меня все ее тело дрожало и слышали стихи из хлипы ты чего глупенькая я погладил ее по голове это же просто история она нереальная тебе лишь бы всякие глупости рассказывать ульяна прижалась ко мне плотнее что так испугалась угол по правде говоря не ожидал от нее такого честного ответа ну ничего ничего в конце концов время лечит полечит и успокоится полежит и успокоится слушай семён чего ладно ничего она откнулась лицо мне в грудь прошло несколько минут слушай я все понимаю может пойдем уже ну я же сказал же спать будет я прислушался ульянка тихо посапывала и и спи интересно как это так можно от испуга заснуть не спи кому говорят она не реагировала я попытался встать конечно ульяна вряд ли весила больше 40 килограмм но представьте что вы лежите придавленный трехпудовый гирей не так-то и просто подняться если бы не дыхание можно было и вправду подумать что ульянка умерла конечно можно было приложить немного больше усилий но тогда я и разбужу и все по новой да уж не завидное положение хотя всегда есть вариант дождаться пока она проснется сама не будет же она в конце концов спать до утра после таких рассказов я посмотрел через окно на звездное небо интересно может быть где-то там действительно есть далекий аванпост с экипажем состоящим из призраков глаза медленно закрылись через некоторое время я провалился сон хоть стой хоть падай блин ржать охота ладно давайте продолжение мы с вами оставим на следующую серию всем спасибо за внимание с вами был виктор канал витек play like не забывай ставить подписывайся ну ссылочка на play есть как обычно будет именно там в описании ну и всего комментарии пишите делитесь этим видео своими друзьями до встречи в следующей серии пока пока